Трехподъездный дом. Всего здесь 60 жильцов, большая часть из которых пенсионеры. Вечером они на улицу просто не выходят, ведь во дворе совсем нет света. Об этом две недели назад главе государства рассказала домком дома Рейса Борисовна. От Котовского до Ткаченко вообще нет освещения. Там выйти вечером страшно просто. Там, во-первых, парк плохой, а во-вторых, нет никакого освещения. И поэтому выйти в 9 часов, скажем, за хлебом, это уже невозможно. И поэтому мы просим вас, чтобы вы посодействовали, как-то помочь нам, чтобы освещение сделали. По поручению президента во дворе закипела работа. Предприятие ЕРС устанавливает фонарный столб для дворового освещения. Свет появится и в подъездах дома. На первом этаже электрики установили новые светодиодные светильники. Экономные, прочные. Они срабатывают на шум в подъезде. На этажах выше также теперь светло. Лампочки появились и над входом в подъезд. Установили дополнительно опору уличного освещения, которое не было предусмотрено проектом при строительстве данного дома. И эти дома, старые постройки вообще были не предусмотрены уличного освещения. Также мы выполнили установку светильников светодиодных на первых этажах по улице Ленина 24. Отремонтировали освещение на каждом этаже, которое существовало, но не работало. Установили дополнительно освещение перед подъездами, над входными дверьми. Теперь Раиса Борисовна, как и все жители ближайших домов, довольна. Говорит, не рассчитывала, что все произойдет так быстро. Времена, когда было страшно вечером выйти из дома, прошли. С сегодняшнего дня в их дворе появится долгожданный свет. У нас в основном жители преклонного возраста, и вы сами понимаете, что вечером трудно, а каждый хочет вечером выйти подышать свежим воздухом. Поэтому пришлось обратиться к президенту за помощью, чтобы установили нам дополнительный фонарь. Ждали мы недолго, сделано все очень быстро. И большое спасибо президенту. Я верила в него, очень даже верила, что он поможет. Работы предприятий выполняют за счет собственных средств. Закончить электрики планируют уже сегодня.